Добрый день, меня зовут Алина Бурбина. Я жена Балашовского спортсмена Максима Бурбина, осужденного на 15 лет строгого режима за преступление, которого он не совершал. Максима арестовали в 2016 году сотрудники Балашовского наркоконтроля, с одним из которых у Максима был конфликт. Они подрались в ночном клубе, когда оперативный сотрудник ФСКН, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обижал девушку, а Максим ее защищал. Вскоре после этого инцидента его задержали и обвинили в распространении наркотиков, хотя никаких наркотиков ни до задержания, ни в момент задержания, ни при обыске у него дома не нашли. Максима осудили по показаниям третьих лиц, наркодилеров, которых задержали из большой партии наркотиков. При помощи психологического и физического насилия со стороны активистов Балашовского СИЗО их убедили заключить со следствием досудебное соглашение, в результате которого они оговорили моего мужа, заявив, что он был главарем их банды. И за это вранье, за то, что они пошли на сделку со следствием, они получили ниже-низшего предела всего лишь по 6-7 лет колонии. Моего мужа тоже били 12 дней подряд в Балашовском СИЗО, в пресс-хате, выбивая явку с повинной, обещая ему маленький срок, хорошую зону, но он ничего не подписал. И за эту свою несговорчивость получил 15 лет, в то время как настоящие дилеры получили по 6-7 лет и очень скоро уже выйдут на свободу, а один из них уже вышел. В 2019 году эти люди, тоже жители Балашова, Максим Полуянов и Андрей Подлесный, уже отбывая свой срок в колонии, решили сказать правду. На видеокамеру в присутствии прокуроров и общественников и журналистов сначала Полуянов, а затем Подлесный заявили, что оговорили Максима под пытками и чтобы скостить себе срок. Они написали заявление на имя прокурора области Сергея Филипенко с просьбой пересмотреть дело моего мужа, потому что он ни в чем не виноват и наркотиками он с ними не занимался, а был просто спортсменом и это было все, что они о нем знали. Немного позже об этом же, что Максим не имеет отношения к группировке, заявил третий осужденный Никита Сароверов. Таким образом, трое из четверых осужденных по одному и тому же делу заявили о невиновности Максима. Долгое время прокуратура не хотела верить их заявлениям и, по сути, игнорировала их слова, но под влиянием журналистов и членов УНК летом 2019 года поручила Следственному комитету провести проверку их показаний. Если все подтвердится, пересмотреть впоследствии и само дело. Прокуроры и следователи говорили, что такая практика в Саратове применяется впервые. Впервые у меня появилась надежда на то, что справедливость восторжествует и моего мужа скоро отпустят домой. Но пошел уже второй год, а проверка все не дает никакого результата. Я все больше убеждаюсь, что правоохранительные органы, по всей видимости, не заинтересованы, чтобы установить истину по делу. Я думаю, что следователи, которые сфабриковали этого дела, просто боятся наказания, боятся лишить своих погон, должностей, а может и перспективы самим стать фигурантами уголовного дела за незаконное осуждение невинного человека. Боится и прокуратура, ведь это она утвердила незаконно обвинительное заключение. Она допустила, чтобы невиновного человека на 15 лет посадили в тюрьму. Это она закрыла глаза на то, что в деле Максима даже не было наркотиков и фактически дала свою санкцию посадить человека без доказательств, просто по показаниям каких-то наркодилеров, пожелавших скосить себе срок. То, что в Саратове прокуратура отправляет в суд невиновных, распространенная практика. Достаточно вспомнить самый свежий пример Дмитрия Рубинштейна, которого тоже осудили за наркотики, просто перепутав с другим человеком. Все попытки Дмитрия добиться справедливости полгода не имели никакого успеха. Ему никто не верил до тех пор, пока в прессе не выступил его адвокат и не рассказал всю правду. Тогда Дмитрия выпустили, а на тех, кто сфабриковал его дело, завели уголовное дело. Я полагаю, что прокуратура и следствие просто боятся повторения этого сценария в деле моего мужа. Иначе давно бы уже довели проверку до конца и передали дело в суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Потому что таких обстоятельств дели Борубина, на мой взгляд, более чем достаточно. Даже показаний одного свидетеля, признавшегося в оговоре, было бы достаточно, а тут таких свидетелей сразу три. Неизвестно, что после того, как Полуянов, Подлесный и Староверов признались в оговоре Максима, на них со стороны сотрудников правоохранительных органов, допрашивавших их по месту отбывания наказания, неоднократно оказывалось давление. Им угрожали, что их срок увеличится, если они не откажутся от своих показаний в защиту Максима, и что их досудебное соглашение просто-напросто будет расторгнуто. Говорили им, подумайте, зачем вам это надо, ради какого-то Борубина мотать новый срок. В общем, давили, пугали, пытаясь заставить отказаться от своих показаний. По моей информации, им этого не удалось. Свидетели от своих показаний не отказались и продолжают настаивать на невиновность моего мужа. Однако прокуратура продолжает делать вид, что ничего не замечает и даже выпустила в своем официальном инстаграме явно заказной видеоролик, в котором пытаются очернить моего мужа. Ролик подан недобросовестно и лживо, так будто никакого расследования по вновь открывшимся обстоятельствам и никаких признаний в оговоре и не было. О насилии и выбивании показаний в Балашовском СИЗО авторы ролика просто умолчали. Психологическое давление распространяется и на маму Максима, Елену Гребенщукову. После ареста Максима ФСКНщики при обыске пытались подбросить в дом Максима наркотики, а точнее не в дом, а в гараж. И этому факту есть свидетели. А после того, как мы предали историю Максима огласке и стали публично за него бороться, и в частности Елена выступила с видеообращением к Юрию Чайке, ей стали поступать регулярные угрозы от сотрудников наркоконтроля, так что в итоге она была вынуждена сменить место жительства. Я обращаюсь к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Уважаемый Игорь Викторович, вы видите, что в Саратовской области невозможно добиться справедливости. Ваши подчиненные из областной прокуратуры, по моему мнению, не хотят выступать на стороне закона и прав граждан. Им легче оставить на 15 лет за решеткой невинного, чем признать свои ошибки. Страх лишиться погон и фальшивый имидж им, похоже, дороже всего. Но имидж и погоны – ничто, когда речь идет о судьбе человека, моего мужа, которого в 19 лет посадили ни за что и продолжают незаконно удерживать за решеткой. Его жизнь разрушена, моя жизнь разрушена, жизнь нашей семьи разрушена. И теперь я в 24 года вынуждена сама воспитывать нашего ребенка, параллельно пытаясь заработать на передачке Максиму. Меня лишили мужа, ребенка лишили отца, лишили всю нашу семью чести и будущего. Потому что единственное, что теперь достанется моему сыну по наследству, это то, что его отец был судим за наркотики. И это после того, как президент России Владимир Путин и вы, уважаемый Игорь Викторович, неоднократно говорили о необходимости прокурорского реагирования на любую несправедливость, на любые человеческие беды и на то, что нельзя сажать невинных ради галочки в отчете. Ваши слова совершенно справедливы, но в Саратове я найти справедливости не могу. Поэтому обращаюсь к вам. Помогите мне и моему маленькому сыну освободить моего мужа и его отца. Нам очень тяжело и плохо одним. И, честно говоря, я просто не знаю, как жить мне дальше. Дмитрию Рубинштейну повезло. Его жена и ребенок теперь вместе с ним. Его невиновность признана официально решением суда. И это то, чего я четвертый год безуспешно пытаюсь добиться для Максима. И мне ужасно горько и обидно, что то, что удается одним, не удается другим. Я считаю, что пересмотр дел и оправдание невинных не должно быть единичным чудом, а должно стать нормальной практикой для органов прокуратуры. Да, прокуратура карательный орган, но она не должна карать всех подряд без разбору. Иначе в каком государстве мы живем? Я, жена Максима Бурбина, ответственно заявляю, что мой муж ни в чем не виноват. Он никогда не имел отношения к наркотикам, занимался спортом, работал и вся жизнь у него была впереди. А теперь у нашей семьи жизни больше нет. Помогите, умоляю вас.